Я Деджи Митико и сегодня я в гостях у канала Китай Удивляй. Рады приветствовать вас в нашем магазине на диване. Надоели громоздкие смартфоны. Сенсор, который постоянно заляпывается. Боятся уронить или раздавить дорогущий девайс. Однотипный дизайн. С недоумением смотреть на ценники в магазине. Что ты покупаешь? Телефон или автомобиль? На помощь придет Китай. Китай. Это компактный размер. Это невысокая стоимость. Это действительно оригинальный дизайн. И главное, вот такой вот замечательный чехол подарок. Ну а если серьезно, я Деджи Митико и сегодня я в гостях у канала Китай Удивляй. Некоторое время назад мы приобрели вот такой вот замечательный телефон для моей жены. И сегодня я хотел бы снять обзор на этот аппарат. Итак, аппарат китайский, как вы уже догадались, называется он вот так вот. Санок. Модель C113. У него есть ряд неплохих фишек. Это две сим-карты. То, что он действительно очень простой. Соответственно, его не страшно уронить, если что на пол. В отличие от айфонов, самсунгов, он не разобьется. И покупали этот аппарат для жены, исходя из двух критериев. Первый – это цена недорогая. И второй критерий – это оригинальный дизайн. Он, пожалуй, был самым главным. Здесь, как можете увидеть, действительно оригинальный дизайн в виде такого вот кнопочки в виде Винни-Пуха. Причем тоже такие забавные фишки. Например, фонарик включается, нажимая ему на нос. В комплекте шел такой вот чехольчик, который называется бампером, если не ошибаюсь. Тоже дизайнерский, тоже с Винни-Пухом. На задней крышке там выдавлены рельефные такие вот цветочки. У телефона есть режим плеера и имеется также FM-радио. И, в принципе, достоинство, по большому счету, на этом заканчивается. Дальше начинаются сюрпризы, которыми Китай, особенно если это не очень качественный Китай, блещет. Блещет во всей красе. Ну, есть некоторые мелочи такие забавные. Например, непонятно зачем, здесь на клавиатуре арабский язык. Честно, я не знаю, зачем он нужен в Украине, в России, но он здесь имеется. Первый момент, на что хочу показать. Сейчас я позвоню, нет, сейчас с него позвоню на свой аппарат. Вот, пошел вызов. Да, можете обратить внимание. Не знаю, там как видно, на камере нет. Здесь написано «Ель Откл». Я не знаю, кто такой «Ель», но вот какой-то «Ель» звонит. И такие фишки, приколы с функцией звонка, много где они появляются, непонятные и в книге, в самой, как она называется-то, книжка, в которой записаны номера телефонные. Вот. Ну, Китай, Китай, одним словом Китай. В принципе, это часто встречается во многих китайских аппаратах, особенно Норнейма. Следующая фишка, на которую я хотел бы обратить внимание, она меня больше всего радует. Это отсутствие, полное отсутствие, полное отсутствие виброзвонка. Как такое может быть, я не понимаю. Почему китайцы решили, что мне не нужен виброзвонок? Я серьезно, если поставить его в тихий режим, вы его не услышите, не почувствуете вообще. То есть, все, можете, это все равно, чтобы выключить телефон, в принципе. При этом, звонок у него очень противный и очень громкий, безумно громкий. Он реально мертвого разбудит, люди хватаются за сердце, а на полной громкости даже кривоул не помогает. Серьезно, орет он просто страшно. И здесь мы подходим к следующей фишке этого телефона, которая тоже не могла не порадовать. Сейчас я зайду в настройки, в профили пользователя. Вот общий профиль. Это, вы знаете, прекрасно знаете, что это такое. Сейчас попробуем настроить звонок. Настройка звонка. Так. Настройки тона. Входящий на сим-карту 1. Видите, да, что происходит? Он тупо перезагружается. То есть, я не могу поменять звонок на нем. Он перезагружается. И, ну, честно, я даже не знаю, какие еще сюрпризы там можно ожидать. Я не все еще просмотрел, не все увидел. Но вот эта функция не может не радовать. То есть, когда ты попытаешься поменять звонок, это значит, что я не могу поменять звонок. Причем желание. Он вырывается. Китайцы, китайцы, китайцы. Очень вас прошу. Немножко дорабатывайте программное обеспечение телефонов. В общем, ребята, вот такой вот забавный аппарат у меня. Сегодня был в обзоре. Надеюсь, вам понравилось. Понравилось вам это видео. С вами был Джей Метика. И до следующего видео.